всем привет друзья микрофона как всегда слепы я продолжаю сновил бесконечное лето ghost in summer мод под названием отголосок прошлого продолжаю проходить так что рука стопируй на канале подписывайся на канал прожимай красную кнопку чтобы она была серой бери чё-нибудь попить похрустеть и просмотр аппетита и погнали передо мной какой-то парень он удивленно смотрит на меня темная рубашка не меняет темные шорты бля заебали растрёпанная темно-серые волосы это же нет он же там пайп наверно освежилась за несколько дней секунд я вспомнил почувствовал все темный ты ошибся хон от видео парень что что мне скажи ну чё начал такой вылез в смысле лишь что очень странно что вреда у всех кукол в своем лагере в панике сместился вспоминание о том где я был что видео жутким голом отдалились у меня в голове нет так откуда же ты тогда к нам пришел к нам ты прям так и не знаешь что это свободный лагерь не знаю пионер который был катастрофически похож на темно удивленно скину бровь так пойдем со мной куда в тихо место где ты мне все расскажешь в порядку пионер пошел вперед я пошел за ним и козираясь по сторонам нет тумана нет страшных пионерок я выбрался пока мы шли не раз встречались пионеры которые кивали моему спутнику удивленно смотрели на меня вышли мы в сцене где на разных инструментах играю несколько пионеров на лужайке перед сценой была всего одна лавка а сев на нее пионер закурил закрыл глаза поднял голову вверх рассказывай что именно за и коня прошло точно так же как и мысли разговоре до начала дозовут тебя хотя нет я и так знаю семён верно какая проницательность но вроде бы да хорошо откуда ты семён из лагеря наполненного туманом и жуткими обитателями лагеря пионер услышал сказанное мной выронил сигарету потерявлено если чуть не упал на землю чего стоп 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 пионер стал размахать руками в разные стороны то есть ты утверждаешь что в лагерь который был наполнен туманом в котором не было видно света солнце и бродили изуродованные пионерки да и раз наполнявших его эмоции начал сучить по деревянной лавке там еще был я парень с за вечным лицом с мерзкими спорами норки вспомнив плакальщика горло поступил ком переборав себя продолжу буквально в капюшоне у которого не было видно лица мысли неизвестно давили на меня все сильнее и сильнее 3 потом оказался непонятным существом который был похож на человек и на волка и на леса одновременно при этом у него были рога пионер медленно повернул голову с рогами да ты же понимаешь что если так шутил что похоже на мать твою шутку спокойствие парень гаркну под не поднес островы сигарету тянулся учиться ты выбрался с острова я не знаю кто его там называешь но там происходило что-то неадекватное значит так симон сейчас пойду кое с кем переговорю вернусь сми никуда уходить пионер стал быстрее быстро пошел в сторону площади вот же черт куда я попал почему этот паренек так сильно похож на темного да и вообще что происходит эти вопросы крутились у меня в голове с околозвуковой скоростью почему он знает про туманный лагерь если темные сам не особо понимал что происходит значит это не один и тот же человек я не могу сейчас тебе место найти себе место став славки я начал ходить в разные стороны что же мне делать кто все эти пионеры может хоть мечте я остановился посмотрел на лавку где сидел тот самый запахившийся пионер так быстро и хрена себе быстро уже минут 10 прошло после того как я ушел чего не понимаю слушай присядь вдохни медленно выдохни я решил присесть надевать дыхательную гимнастику не собирался есть какие-то пожелания спать хочу произошедшего за последние несколько дней на меня резко навалилась усталость мозг отказался работать это вот скорее от истощения чем это спокойствие домик ли на свободе знаешь где это да знаю ну вот и отлично если понадобилось спросить семена они поймут пионер немного значительно кимнул головой в сторону музыкантов я оставил двинулся в сторону жилого сектора оставив семена своими мыслями на дне походя мимо домиков у меня начала кружиться голова что за вокруг все потемнело первое что я увидел какой-то странный силуэт он весь был покрыт рябью местами вообще был как будто растворен распад но здравствуй сема я его я же его уже видел ты меня уже видео не одну вариацию что семён вспомни на кого я похож если не брать в расчет внешность я начал вспоминать тех на кого мог быть похожа темный верно ты не поверишь каких трудов не стоило тебе постой постой а схеме буквально только что говорил ему не парадоксально изучить но это тоже я только это я еще молод и много чего не знает ничего не понимаю ты не должен самое важное что не должен говорить молодому мне его мне его а его будущем почему на это сложно ответить за ты должен запомнить самое важное в один момент тебе предстоит сделать сложный выбор и ты должен будешь перешагнуть через себя этого зависит наша судьба постой я не понимаю прости что так получилось фигура начала растворяться сознание стало возвращаться назад в реальность хер знает кой выбор делать не знаю типа открыл глаза я обнаружил себя сидящим на лавке что же нам за напасть такая став с лавочки поплелся к домику до которого осталось буквально метров тридцать значит темный тогда не растворился точнее не полностью или как там у него хер его пойми я подошел к домику без теремона вошел в него завалившись на левую кровать и моментально уснул лишь коснулся голой подушки я стою посреди площади вокруг меня толпа удивленных пионеров эй семён тебе плохо ко мне подходит один из пионеров их четвить но вместо этого выходит дикое мычание пионер спуганно посмотрел на меня так то самое главное не нервничать сейчас хирург поможет тебе и понимал что происходит поменяй что они от меня хотят чем медленно отходить назад семён тебе помогут остановись я дернулся в сторону я тут же схватили за руки я из последних сил пытаюсь сказать что-либо член член раздельная но выходила лишь страшное мычание было ощущение как будто у меня отсутствовала нижняя челюсть чем на вас зовите быстрее действительно их все же приятно слушать живую музыку я сидел закрытыми глазами наслаждался легкий ветерок лишь улучшил мой отдых 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 был вполне заслуженный рывки забрали много многих моих сил самое забавное что даже сам себе не знаю получится наш эксперимент или нет но вроде бы все прошло более чем гадко и и и и и и и и окей интересно но в чем за музыка прошло достаточно много времени свое появление здесь семён обучала меня смещаться между лагерями за все время обучения мы видим в множестве таких лагерей про которые даже пионеры нет травят история идея еще и лагеря очень сильно похоже на мой к там был еще и не И вообще-то вот Семен выглядел чересчур беззаботно. Но где-то в глубине души я раз, что у него все отлично. Сейчас бы поспать. Я потянулся и зевнул. Спать рано еще. С левой стороны прозвучал голос. Ты же вроде сам пошел спать. Пришлось отложить это дело. Что-то случилось? К нам попал парень, который выглядит... В общем, пошли сам все увидишь. Я встал с лавки и пошел за Семеном. Кого они там нашли? Очередного психа? Мы шли по дороге мимо, нас проходило множество пионеров. Они просто кивали нам и продолжали идти по своим делам. С каждым циклом их все больше и больше. А когда я тут только появился, их можно было по пальцам пересчитать. Сейчас же целая армия. Мы прошли площадь и направились к столовой. Эх, сколько же уже времени прошло. За это время Семен меня обучил многим особенностям. Межвременных рывков. Мы поднялись на крыльцо стола и вышли вовнутрь. Внутри сидели пионеры. Каждый занимался своим делом. Мы с Семеном стали обходить столы и двигались в противоположную сторону от двери. На столом сидел хирург. Хирург в свободном лагере являлся врачом местного разлива. Некоторые говорят, что он в свое время сошел с ума по христи других. Экспериментировав, без чего человек сможет жить и сколько. Описывает его жутким бессердечным. Некоторые даже боятся находиться рядом с ним. Самое смешное, что в этом лагере все такие клоны, вот Семены разные, вот. И нету девочек никаких. Как можно жить без девочек, я не понимаю. Лично не верю в эти рассказы. И вообще не верю в то, что он вообще способен убивать. Рядом с хирургом сидел какой-то паренек. Хирург был заляпан кровью. Время от времени он дергался и пытался его упасть на пол, закрывая голову руками. О, что с ним? Контузия, нервный срыв, болевой шок. Хирург, сказав это, схватил зашевривать парника, который еще раз попытался его упасть на пол. В смысле, ты так же ничего не говорил? Не, молчит как рыба. Хотя время от времени его сознание проясняется, но это недостаточно, чтобы он что-то говорил. Какого хрена вы его тут держите? А что? Тут же громко. Эти горлания так, что даже из леса слышат. Он тут так и появился прямо на наших глазах. Ладно. Хирург, тащи его в медпункт, а вместе что-нибудь придумаем. Без проблем. Хирург осторожно поднял парня на ноги и повел на выход. Мы с Семеном последовали за ним. Увидя из стола, мы пошли к медпункту. Хирург и Семен кинули руки бедолагих себе на плечи и бодрее двинулись вперед. А может его от того? Совсем дурак, а искать мы его будем. Так прибежим к лагерю и все. Ага, прибежим к лагерю и он останется без памяти. Добавок, мы не знаем откуда он попал к нам. Он не из нашего сектора. В диалог деловито включился хирург. С чего ты это решил? Слишком серьезные повреждения у него. У нас тебя может отправить на перезагрузку просто от ударовуха. А у него контузия, причем очень даже серьезная. Еще посмотрите на его одежду. И вот на все, и гамстук какой-то странный. С нашими бесполезными спорами мы вошли в медпункт и уложили пионера на кушетку. Так, все, теперь идите погуляйте, а я пока с ним побуду. Если будет что-то новое, вы узнаете самыми первыми. Пионер, которого мы только что положили на кушетку, начал дикого пить. После неподолжительного крика он начал что-то бормотать. Второе мы подошли поближе и стали послушаться. Я не смог, старший один. Я не смог. Он мертв. Я не смог. Так не должно было быть. Не должно. Не должно. Не должно. Не должно. Последнюю фразу пионер проговорил закрытыми глазами. Все, уходите отсюда. Он долго не протянет с такими темпами. Я начал уходить на Семена, продолжу стоять и смотреть на лежачего. Давай, пошли. Я ухожу Семена за плечо и потащу на выход. Выйдя из помещения, Семена закурил. Тебе что, покурить больше негде? Если не смог, то послушайте, недовольный крик хирурга. Семен медленно пошел по дороге. Да уж. Не думаю я, что так все будет. О чем ты? Я шел рядом с Семеном и пытался понять, о чем он говорит. Вряд ли... Видишь ли, Сема, когда я сюда впервые попал, здесь был местный авторитет. Старшим звали этот про него и говорю. Не знаю, наверное, но самое важное, что выглядит он с ним. Прямо как ты тогда. Я прекрасно понимал, к чему ведет Семен. Думаешь, он с острова? Скорее всего, нужно дождаться, пока он приносит сознание. Я почувствовал уставость. Глаза норовили закрыться сами. Устал? Я, пожалуй, спать пойду. Да-да, иди, конечно. Ты сегодня неплохо поздравишься с рывками. Я отправился в домик. Оставив Семена в разумье. Все-таки с острова смог уйти не только я. Кажется, до Семена я с таким на данный момент даю стучат нескоро. Опять, скорее всего, идет с себя на цикл другой. Так, друзья. И я предлагаю на этом моменте сохраниться. И продолжить уже, как мы будем поспим. И что у нас будет, приключения, какие в следующей серии. Так что, с вами был Семен Плей. Друзья, прожимайте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем удачи. И всем пока-пока.